Псалом 20 с объяснением. Благодарственная молитва за спасение. Псалом 20. Продолжение молитвы к Богу от лица народа о даровании Давиду победы над врагами. Начальнику хора. Псалом Давида. Господи, силою Твоею веселится Царь, и о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул, ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил у Тебя жизни. Ты дал ему долгоденствие навек и век. Велика слава его в спасении Твоем. Ты возложил на него честь и величие. Ты положил на него благословения навеки. Возвеселил его радостью лица Твоего. Ибо Царь уповает на Господа, и во благости Всевышнего не поколеблется. Рука Твоя найдет всех врагов Твоих. Десница Твоя найдет всех ненавидящих Тебя. Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе Своем Господь погубит их и пожрет их огонь. Ты истребишь плод их с лица земли и семя их из среды сынов человеческих, ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью, из луков Твоих пустишь стрелы в лицо их. Возвеселись, Господи, силою Твоею. Мы будем воспевать и прославлять Твое могущество. Псалом 20, стихи с 1 по 14. Псалом 20 – это гимн Победы, восхваляющий Бога и Его могущество, проявленное через Царя. Однако его глубина и сложность выходят далеко за рамки простых описаний земных триумфов. Текст Псалма служит молитвой о спасении и размышлением о помощи и благодарности, предлагаемых нам Богом. Подпишитесь на большее количество видео, исследующих силу и присутствие Бога в нашей жизни. Псалом 20. Комментарий. Псалом 20, в отличие от предшествующего ему Псалма, являющегося молитвой о защите и благополучии Царя, вдобавок представляет собой гимн благодарности за уже полученные Божьи благословения. Это яркий пример перехода от мольбы к хвале, от просьбы о милости к выражению глубокой признательности за успехи, дарованные Господом. Текст Псалма изобилует образами победы, процветания и могущества, что указывает на значительные достижения, которые, вероятно, были связаны с военными триумфами или успешным управлением Царством. Важно отметить, вместе с тем, что Псалом не просто выражает личную благодарность Царя, но, безусловно, поднимает тему коллективного благополучия, тесно связанного с благосостоянием правителя. В Древнем Израиле Царь считался помазанником Божьим. Его успех напрямую ассоциировался с благословением всего народа. Успехи Царя – это не только его личная заслуга, но и свидетельство Божьей благосклонности к всему обществу. Поэтому благодарность за успехи Царя носила общенациональный характер, представляя собой коллективное выражение веры и надежды. Псалом 20, само собой разумеется, демонстрирует важность молитвы за правителей. Он показывает, что благополучие государства и его граждан неразрывно связано с благополучием самого Царя. Вера в Божий промысел Молитва за них – это не просто формальность, а акт заботы об общем благе. Более того, Псалом раскрывает глубокий смысл веры в Божий промысел. Успех Царя представляется не как случайность или результат исключительно его собственных усилий, а как явное проявление Божьей воли и благодати. Это подчеркивает важность смирения и признания Божественного проведения даже в моменты триумфа. Победы и достижения – это не повод для гордыни, а повод для благодарности тому, кто даровал эти успехи. Интересно, что многочисленные толкования Псалма 20 связывают его с конкретными историческими событиями. Однако точно определить исторический контекст трудно. Некоторые ученые считают, что Псалом может быть связан с победами Давида. С другой стороны, другие видят в нем отголоски побед других царей Израиля. Независимо от конкретного исторического контента, Псалом остается актуальным и сегодня, напоминая нам вдобавок о важности и благодарности за все блага, полученные от Бога. В современном мире, несомненно, мировые лидеры несут ответственность за миллионы людей. Молитва за их мудрость, справедливость и успех в решении глобальных проблем становится еще более актуальной. Таким образом, Псалом 20 – это не просто исторический документ, но вечная истина о значимости благодарности и молитвы за благополучие всего общества. Псалом 20 – гимн, прославляющий Бога. Псалом 20 – это гимн победы, прославляющий Бога и Его могущество, проявленное через Царя. Однако его глубина и многогранность простираются далеко за пределы просто-простого описания земных триумфов. Текст Псалма структурирован таким образом, что позволяет рассматривать его как пророческое высказывание о Мессии Иисусе Христе и в еще большей степени, чем о царе Давиде, к которому оно изначально, вероятно, относилось. Первая часть Псалма, стихи 2.7, представляет собой благодарственное песнопение. Царь, будь то Давид или Мессия, поспевает хвалу Господу за его помощь в битвах, за дарованные победы и военные успехи. Описываются конкретные образы триумфа, рога спасения, корона славы, ответ на молитвы. Важно отметить, что это не просто описание земной победы, а утверждение о божественном вмешательстве и что успех достигается не только военной стратегией и силой оружия, но и благословением Бога. В контексте Мессии, несомненно, эта часть Псалма приобретает особый смысл. Победа над врагами – это не только военный триумф, но и духовная победа над силами зла, над грехом и смертью. Давид обращается к Богу с молитвой. Вторая часть Псалма, стихи 8-14, переходит от благодарности к упованию. Здесь царь обращается к Богу с молитвой о помощи и защите от врагов, доверяя его могуществу. Образы этой части более метафоричны и драматичны. Враги представлены как свирепые звери, готовые растерзать царя. Однако царь не теряет надежды. Он твердо верит в божественную защиту. В мессианском толковании эта часть описывает духовную борьбу Христа, его страдания и преодоление смерти. Звери могут символизировать искушение, преследование и в конечном итоге – саму смерть. Но вера царя, мессии, в Бога и его упование на Божью помощь гарантируют окончательную победу над смертью и восхождение к славе. Таким образом, Псалом 21 – это не просто воинственный гимн, а глубокое богословское произведение, предвосхищающее страдания и триумф мессии. Его многослойность позволяет видеть в нем как проявление земного царя, так и пророчество о будущем Спасителе. Различные толкования, предлагаемые на протяжении веков, свидетельствуют о богатстве и глубине этого Псалма, который, несомненно, продолжает вдохновлять и утешать верующих и по сей день. Изучение его в историческом и благословском контекстах позволяет раскрыть его многогранный смысл и увидеть в нем проявление вечной Божьей верности и силы. В частности, анализ еврейской традиции, а также взгляды ранних христианских отцов, значительно обогащают понимание этого мощного текста. Молитва за спасение Божий Всемогущий, мы приносим Тебе благодарность за Твою милость и защиту, которую Ты нам даруешь. Мы благодарим Тебя за спасение, которое Ты нам подарил, и за Твою любовь, которая никогда не иссякнет. Мы молимся к Тебе, Господи, от лица нашего народа о даровании Царю победы над нашими врагами. Пусть Твоя могущественная рука защищает нас и нашу землю от всякого зла и опасности. Пусть Твоя благодать наполняет наши сердца и дает нам силу и мудрость для преодоления любых испытаний. Мы просим Тебя, Господи, помоги нашему Царю быть мудрым и справедливым правителем, который будет руководить нашим народом по Твоим заповедям. Даруй ему мудрость и силу, чтобы он мог защищать нас и нашу страну от врагов и принести мир и благодействие нашему народу. Мы также молимся о мире во всем мире, Господи. Дай нам мудрость и милость, чтобы мы могли жить в единстве и любви со всеми народами и народностями. Пусть Твоя благодать и мир наполняют наш мир, и пусть Твоя любовь преобладает над злом и ненавистью. Благодарим Тебя, Господи, за все Твои благословения и милости, которые Ты нам даруешь. Пусть Твоя благодарственная молитва будет принята, будет приятна Тебе. И пусть Твоя милость и благословения будут с нами всегда. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь, рассказайте друзьям. В результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.